добрый вечер дорогие отцы матушки и братья сестры продолжаем с вами изучать лес лицу преподобного иоанна самая обширная степень четвертое облаженным и преснопамятным послушание именно по этой степени у нас уже шестое занятие сегодня и так продолжим я сначала высветил слайд из прошлой беседы на которой еще раз хочу обратить внимание поскольку когда я объясняю это просто людям на прием приходит которые то многие недоумевают говорят это вроде неправославное учение зачем все это терпеть вот еще раз зачитаем положение кто будучи ежедневно укоряем и унижаем бога ради понуждая себя к терпению он будет ликовать с мучениками дерзновенно беседовать и с ангелами блажен монах который каждый частно почитает себя достойным всякого бесчестия и уничижения если кто отвергает от себя праведное или неправедное обличение тот отвергается своего спасения а кто принимает он и со скорбью или бескорби тот скоро получит прощение согрешение мы конечно всегда читаем учим получаемся других учим о спасении да и спасение изложен нам святом евангелии учение святых апостолов и святых отцов и вот здесь видите как отцы строго говорят кто отвергает от себя правильное или неправильное обличение тот отвергается своего спасения вот видите как строго говорится и и конечно говорится вроде бы блажен монах который каждый частно почитать себя достойным всякого бесчестия и уничижения но мы можем сказать вполне что это относится ко всем людям если почитать оптинский старцев то с красной нитью проходит учение о смирении и самоукорение и именно так надо принимать всякую всякую скорбь всякое досаждение сами себя смиряем еще коряем себя этому конечно надо учиться это искусство если не получилось исповедоваться и вновь молиться богу чтобы господь даровал такую силу вот переносить благодушно всякая бесчесть а для этого надо себя считать достойным всякой скорби но теперь к тому месту где мы остановились сорок восьмой стих кто в беседе упорно желает настоять на своем мнении хотя бы оно было и справедливо тот дознает что он одержим дьявольским недугом если он поступает так в беседе с равными то может быть обличение старших и исцелит его если же обращается так с большими себя и мудрейшими то этот недуг от людей не исцелим конечно приходится часто встречаться с тем что люди действительно упорно стоят на свое мнение перечит привлекаются и конечно жалко что человек не понимает даже теоретически он не понимает что он должен где-то смириться ну и жалко да мы сами так поступаем конечно я помню из монастыря пару случаев когда был какой-то вроде бы молебен общее пение молебное такое весь монастырь присутствовал либо это была какая-то служба но не так как не так который идет постоянно ее все знают а с каким-то своим особенным уставом и вот на месте говори что нужно теперь вот это петь один из клироса тем более даже не был руководителем клироса считал себя великим знатоком устава нет надо вот эту петь на месте нет надо это пить а тот прям настаивать строки показывает не помню или указание или еще что то вот настаивать на своем но конечно это было очень некрасиво и тут не прав конечно был в любом случае не прав и другой случай когда наместник сделал замечание человеку и романах который вышел на эфрема сильно с поклонами и там есть такая особенность великий вернее в первый понедельник поста на полуночи три поклона в остальные всегда 16 но наместник сделал замечание почему сделал три поклонные романах и уходит уже в алтарь вот ну то сразу пришел еще дальше остальные сделал поклоны хотя это не было по усталу как быстро говоря но он не стал спорить с наместником но потом наместник сам это увидел что он ошибся но в принципе вот это правильный поступок то иначе получается знаете при всех наместника обличать вот вы не знаете устав на самом деле так это было бы неправильно то есть вот то что здесь написано нельзя наставить на свое мнение упорно когда со старшими особенно разговаривать хотя но и правильное но помолясь смиренно очень высказать можно свое мнение но именно спорить и отстаивать и так вот чтобы до раздражения конечно нельзя это это дерзость так дальше не повиную не повинующееся словом без сомнений не повинуется и делом ибо кто в слове не верит тот не преклонен и в деле таковы и напрасно трудится и от своего святого повиновения ничего не получает кроме своего осуждения тут опять говорится о таком привлекание что человек даже теоретически не хочет слушаться и говорит что он конечно и на практике он никогда правильно не исполнит и вроде он находится послушание формально но от этого ничего не приобретает только еще больше осуждения вот нам всем это надо на заметка вообще сегодня занять такое что давать вникать и сердцем умом запоминать кто в повиновении отцу своему приобрел совершенную чистую совесть тот уже не боится смерти но ожидает ее ежедневно как сна или лучше сказать как жизнь достоверно зная что во время исхода души не от него но от наставника потребуется ответ то есть люди которые отдали себя на послушание с чистой совестью очень важно не внешнее послушание а именно по совести послушание то он беспечальный уже и мы где-то с вами еще читали что послушник он не имеет скорбей потому что было такое в отечнике написано один послушник старцу пришел говорит я прочитал что многими скорбями подобает войти он царство небесное а у меня скорби нет как же мне быть я не войду может царство небесное не спасусь тогда старец говорит что ты послушание послушник не имеет нужды каких-то скорбях ну еще раз напомню как люди спасаются самое лучшее идеально то жить в послушании трудиться и в молитве пребывать если этого нам не достает то мы получаем скорби а если скорби не достает все но мы не смиряемся тогда будут болезни но самое лучше конечно послушание жить слушаться если кто господи без убеждения отца своего принял какое-нибудь служение и нечаянно подвергся в нем преткновению то должен всем случае не тому приписать вину кто вручил кто вручил ему оружие но самому себе принявшим он и ибо он получил оружие для сражения с врагом а вместо того обратил он ее в свое сердце если же он понудил себя принять служение ради господа и поручающему предварительно возвестил свою немощь то пусть благодушиству ибо он хотя и пал но не умер о чем здесь идет речь по моему где-то мы с вами проходили читали когда один старец жил с учеником и говорит ему начата не хочешь ли пойти в город мы испытываем нужду большую видимо припасы кончались тот говорит если благословишь пойду выражая тем самым что сам я не желаю видеть города молод еще вдруг преткновение какое-то случится но если ты благословишь то надеюсь на твою молитву и что меня господь сохранит вот так вот такими словами выразил ну тогда старец понимает что действительно там может быть для молодого человека опасность решил потерпеть еще потом проходит пойдешь ли чадо в город если благословишь пойду но надеюсь на молитву отца моего что он господь сохранит в городе невредимом то есть сам старец надеялся на молитву своего отца видимо уже почившим и вот молодой послушник пошел в город а потом случилось так что одна девица нечестиво заманивала его на грех и он тогда взмолился господи по молитву моего отца спаси меня и тут же очутился на пути в свой монастырь то есть господь его избавил от искушения вот то есть когда мы получаем послушание мы можем высказать свое недоумение какое-то или опасение или немощь потому что если нам скажут иди грузи мешки а у нас там обострение грыжи там пояснице то мы должны об этом сообщить сказать ну дальше уже как благословят но чаще всего конечно в начале скажут ну тогда не надо тебе идти чтобы не надорвался сейчас уже сейчас вряд ли уже такие старцы прям есть которые там иди и все будет хорошо и ну что надеюсь на свои молитвы в основном конечно поберегут здоровье послушника ну а если послушник не предупредил о своей немощи и пошел надорвался то это уже здесь ему вменяется вину он сам виноват в этом вот об этом говорится забыл я возлюбленный предложить вам еще один сладкий хлеб добродетель видел я в той обители послушников о господи которые сами себя укоряли и бесчестили по богу для того чтобы быть готовыми к принятию уничижений со стороны заранее приручившись не бояться бесчестия тут есть такой такая особенность нюанс есть такой надо в то же время остерегаться так называемого смиреннословия был один брат такой он все себя назвал там я пёс смердящий я не достоин здесь находиться вот ну и мне так это поднадоело что он все смиренно словит я говорю смотри еще так будешь делать я тебе сам буду так называть и братьям скажу что бы тебя так называли пёс смердящий вот но он тогда перестал так делать то есть на словах он вроде бы называл себя так но поистине не считал пёс смердящим потому что стеснялся если другие будут называть да еще если при прихожанах то вообще стыд и позор вот таких мы отучали от смиреннословия а в уме по совести считать себя достойными всякого бесчестия и укорять себя все время принижать это нормально но опять же не до отчаяния а то некоторые говорят все я не спасусь я ни на что не способен это уже грех уже бога обвиняем это уже ропот на бога что бог что-то как бы не додал нам для спасения вот а нужно помышлять что нам господь все дал но мы по своей греховности не не можем еще благочестиво жить полноценно и поступаем хуже чем все люди и когда человек себя так вот все время смиряет внутри то для него уже не будет большим стрессом шоком когда его кто-то будет смирять справедливо или несправедливо душа помышляющая об исповеди удерживается ею от согрешений как бы уздою ибо грехи которых не исповедуем отцу делаем уже как во тьме и без страха не истинные ученики почитать не истинные ученики почитают от шести учителя случаем радостным а истинные сыны потери на самом деле когда человек искренне исповедуется то вот это привычка к исповеди навык такой он зачастую удерживает человека от совершения грехов потому что он думает что сейчас вот подаваться на этот соблазн потом исповедоваться стыдно уже и духовным отцом и бывает что это помогает воздерживается и вторая часть тут правда ошибка неистинный в этом случае вместе пишется неистинные ученики радуются когда отошел наставник ну по делам ушел они радуются а кто истинно не печалится потому что для них это опора а для неистинных учеников это какой-то обличитель какой-то страж и хорошо если он отлучится хотя бы на время каким образом послушание имеет смирение ответ благоразумный послушный если и мертвых будет воскрешать и дарование слез получит и избавление от брани достигнет всячески думы что это он совершает молитва отца его духовного и прибывает чужд и далек от суетного возношения ну то есть в отечнике много таких случаев когда скажем старец послал одного своего ученика чтобы тот привел к нему гиену а это гена очень злая была больших размеров нападала на путников много зла приносила и вот этот послушник пошел ну благословили пошел он не подумал что это страшно что-то опасно и вот на него бросилась гиена а он не стал кричать хорошо хорошо иди сюда меня старец поверил чтобы я тебя привел в монастырь она сразу присмирела такое божье чудо было он взял ее за ухо и привел в монастырь его старец увидел что совершено чудо но чтобы ученик не возгордился он его немножко так поругал пожурил при всех и говорит что ты мне собаку привел отпусти ее вот и ученик нисколько не возгордился потому что ну что он должен был сотворить сотворил сказали совершить чудо он совершил чудо но это по молитвам его духовного отца то не то что он сам достиг чего-то сегодня еще вспомнился случай с павлом при просто это такой он уже дедушка был в миру жил потом увидел что ему жена изменяет он ее оставил и пошел буду монахом и к антони великому пришел антони великий его испытывал очень много но оказалось что павел при просто и все выдержал и потом одного юноша бесноватого привели к святому антони великому антони великий помолился а бес говорит надо мной тебе не дана власть я не простой бес я князь бесовский ты не можешь меня изгнать ну тогда антони повел этого юношу к своему ученику вот если антони великий получается надеяться на свою веру что может бесов изгонять то павлу при просто он без выходной ситуации оказался ему благословили и знать бес и он говорит павел изгони бес из этого юноша а на то он и при просто он такой спросил а вот что ты сам не изгонишь то есть не подумал что скажем да я выше вот мне поручили он знает что антони великий святей его а что ты сам не изгонишь антони говорит ну мне некогда мне много дел давайте этим занимайся и благословил по послушанию и тогда павел при просто стал как молиться как же господи изгони этого беса по молитвам моего отца духовного антония вот но бес не выходил сначала потом павел при просто и стал в полдень в жару а в египте это совсем лютое солнце и господи изгони я не сойду с этого места пока ты не изгонишь без из этого юноши почему он так поступил не то что он опять надеялся на свои подвиги он понимал что дали послушать надо исполнить и вплоть до кровопролития вот до того что солнце может сжечь полностью человека там ожоги могут быть вот он на это не смотрел а как мученик стал исполнять послушание и потом когда изгнал беса конечно этим не хвалился говорит ну а в антони мне сказал поскольку сам занят вот мне изгнать и за меня помолился вот я знал беса вот по молитвам а в антоне даже можно сказать не я его молитвы помните когда апостол павел говорил что я много дел совершил впрочем не я благодать которая со мной вот смиренные люди приписывают все подвиги и добродетели богу и молитвам духовных отцов безмолвник же не имеет этой смиренной мысли в подобных случаях потому что возношение имеет пред ним оправдание внушая ему будто он своим чанием совершает все исправления то есть в этом плане безмолвник больше опасности находится если он совершит чудо то конечно ему приходится приписывать себе своим молитвам своему подвигу это чудо а послушник он ну сказали сделать он сделал или морковку посадил или там капусту надо верх на верх корешками посадил как сказали надо как положено посадил сказали кирпичи то сказать кирпичи то сказать сказали без изгнать но пошел без изгонять по вере в силу молитву молитвы своего духовного отца дальше такой особый раздел есть о первом и втором обольщение находящийся в повиновении когда победит следующие два обольщения врагов пребывает уже рабом христовым и вечным послушником первое обольщение дьявол осквернить телесными нечистотами сделать послушников окаменелыми сердцем и сверх обычай тревожным навести на них некоторую сухость и бесплодие леность в молитве сонливость и омрачение чтобы внушить им будто они не только никакой пользы не не получили от своего повиновения но еще и спять идут в этом господь пропускает это дьявольское обольщение и в этом есть промысел божий отнятие мнимых наших духовных благ бывает для нас причину глубочайшего смиренного мудрия помню где-то читал по моему в отечнике когда один или здесь мечтали ученик говорит своему наставнику жалко мне вот я был когда в миру столько добрых дел дел так на молитве стоял все бдения выставил так постился а стал монахом говорит все время сонливость леность какая-то сухость молитвы нет погибаю я старец ему говорил что то что в миру жил горит и творил там без тщеславия не обходилось ты хвалился всем этим а здесь господь учит тебя смирению учит тебя познание своей немощи и когда человек смириться познает свою немощь и тогда господь дарут ему уже свою небесную силу как помните апостолу сказал сила моя в немощи совершается и тогда апостол воскликнул тогда буду хвалить своими немощами чтобы обитала во мне сила божия вот смысл в том что человек все-таки в миру все равно люди другие видят у него очень хочет числаные помыслы тщеславие и это его подпит помогает стоять на службах ровненько чинно петь и все то есть воды тщеславия помогает ему расти казалось бы а когда нет этой воды когда нет чужих глаз когда человек расслабляется вот и в монастырях такое бывает действительно замечали мы что такая тяжесть все сонливость не хочется на правило вставать на там уже надо понуждать себя там уже прибегать к исповеди почаще духовнику просишь молитву чтобы как-то укрепиться и там с переменным успехом то опять бодрость то опять бывает оставляют силы и так человек постепенно в течение там лет или там десяти лет десяток лет постепенно смиряется и а бывает что господь дарует ему такую благодать что он направила бодро остается если он осудит кого-то скажет о такого-то брата нет направили наверное спит а я здесь стою и господь она у него отнимает силу ходить на правило и он тоже сваливается то есть там такая мудрость и со временем брать такой опыт появляется что если устал направил то никого не осуждать кто там не поднялся не смог не пришел вот никого не осуждать даже если приходит помысл осуждения то нужно всех оправдывать вот так себе строго относиться цель дьявола какая в этом случае отторнуть от подвига послушания не попустить уразуметь промысел божий в этом искушение тут надо потерпеть как говорил святое в росе оптинский в монастыре нужно быть железным или золотым только тогда можно вынести железо это терпение золото это смирение то есть иногда знаете действительно и не только в монастыре а так и в жизни бывает и среди пастырей тоже но как-то настолько тяжело казалось безвыкодно столько скорбей еще и сухость в молитве и такая леность ко всему тут надо потерпеть смиряться укорять себя получше поисповедоваться и понуждать себя читать правила тем не менее ходить на службы к усердию всяком понуждать надо и потом господь даст силу теперь второе обращение делал тайна вложить преуспевающих послушников достигнувший своего состояния лишь через покров отца своего духовного мысль будто они уже сильны к безмолвию и могут достигнуть через него совершенства и бесстрастия то есть реально кто особенно приходит в монастырь или так вот в миру бывает тоже по молитвам духовника чего-то достигает человек и он думает о я уже все достиг сам по себе и от постарался и от усердной такой это обольщение дьявольское чтобы человек добродетели приписывал себе они божьей помощи не молитву духовного отца обольщившись им послушники пустились из пристани в море но когда буря постигла их они не имея кормчего потерпели бедственное крушение в этом скверном и соленом море то есть им была дана благодать некоторая за то что они находились в послушании они подумали что все они уже ничего ни в ком не нуждаются и ринулись самочиния некоторые даже вы слышали такие бывали случаи когда раньше времени без благословения уходили из общежительного монастыря на безмолвие и бывало вплоть до того что до обольщение и причине и даже беснование такие случаи когда человек на себя понадеется необходимо чтобы море сие поколебалась возмутилась и рассверепела дабы посредством сего волнения изведать на землю хворост сено и все гнилое что только реки страстей внесли книгу рассмотрим внимательно и мы найдем что после буря на море бывает глубокая тишина еще расскажу что когда у нас бывает состояние не очень хорошие не очень духовное мы видим что мы раздражаемся и злимся и завидуем ну удивляться этому не надо все это в нашем сердце никто не виноват в этом это просто божьим промыслом это открылось то что наше содержание нашего сердца надо смиряться укорять себя и очень хорошо исповедоваться в этом своему духовнику и тогда это искореняется и еще видя что мы все внутри испорчены нужно считать себя достойным всякого уничижения а это как лекарство от бога как аскорбинка и шестидесят кто иногда слушается а иногда не слушается отца тот подобен человеку который к больному своему глазу в одно время прикладывать целебную мазь а в другое известь ибо писание говорит один созидай а другое разоряя что успеет более так матрут на этом закончим на шестьдесят первым этим сейчас и продолжим среду все тескан